Эх, дороги пыль да туман, холода в тревоге за степной бурь я, знать не можешь долги... Всем привет! Сегодня будет история про один из моих автомобилей. Эта машина является моей любимой. Ну, в общем, обо всем по порядку. Поехали! Предыстория. Машину я приобрел примерно год назад. Совершенно случайно сидел на одном из форумов по определенной тематике. Не луазной, а немецкого автопрома. Человек выложил этот автомобиль. В Истринском районе машина в области продавалась. Я думаю, а почему нет? Давно мечтал, мечтал с детства. Поеду, посмотрю, как бы, и, может быть, приобрету. Человек оказался очень интересным, общительным, приятным, любителем, как бы, всей этой тематики. Я, будучи, так скажем, не зная многих нюансов об этих автомобилях, проникся им. Покупка была такой нетипичной для сегодняшнего времени. Пригласили в дом, напоили, накормили, сделали договор. И я ночью, сразу же с первого осмотра, уже еду на этой чудо-технике домой. Прошел год, машина до сих пор у меня, и машина до сих пор не стоит на учете. У многих сразу возникает вопрос, как так, Денис, вроде подбором занимаетесь, там, тачки проверяете, а у самого машины на учете не стоит. Все просто. Во-первых, очень хорошо общаемся с предыдущим владельцем. И, так сказать, по договоренности я не ставлю машину на учет. Понятно, чем я рискую, что если вдруг что, учет можно аннулировать и так далее. Машину подать в утиль, там, продать в розыск и прочее. Я знаю, чем я рискую. Рискую я семьюдесятью тысячами рублями, за что она была приобретена. Но я всегда верю в людей, верю во все хорошее, поэтому машина пока не на учете. Второй момент, почему машина не на учете. Машина приобреталась, так скажем, с некоторыми нюансами, о которых я сейчас расскажу. У этой машины, сразу открою капот, есть номер на кузы. В ПТСе, скажем так, в главном документе на автомобиль, этот номер не совпадает с тем номером, который указан на конструкции кузова. Это все, естественно, как бы я это видел. Все это я, как бы, скажем так, учел, покупая этот автомобиль. Но мне было интересно вообще, по каким правилам, скажем так, как эту машину можно будет поставить на учет в ГАИ. Нюанс такой. Номер находится здесь. Сейчас мы вам его, наверное, показать не сможем. Хотя, сейчас, одну секундочку, я возьму какую-нибудь тряпку и вам покажу. Мы, видите, специально не готовились к этому моменту. Вот. Здесь на кузове набита звезда 969М, звезда 063236, звезда 84. Этот номер заводской, оригинальный, но в ПТСе все эти цифры указаны как 969-063-236. Без звезд и без 84, без года. Соответственно, когда вы приезжаете в ГАИ на площадку, а я, естественно, туда ездил, все понимают, что, да, как бы не соответствует документам, это экспертиза, вот, на которую ехать не хочется. Но за энную сумму денег, пожалуйста, вы можете поставить на учет эту машину, потому что все понимают, что это номер оригинальный, как бы заводской, выбитый заводом-производителем, и никаких проблем с этим нет. Вот. Машина не на учете. Я, кстати, об этом я очень долго тянул, как бы с постановкой, и не так давно поменялись правила регистрации транспортных средств, связанные как раз вот и с такими случаями. И отлично, что они поменялись, потому что снижаем на это отдельное видео, и как раз покажем, как такую машину можно поставить на учет. Так, раз уж открыли капот, давайте про двигатель сразу. Здесь у нас установлен V-образный 4-х литровый двигатель. Для современного автомобилестроения это просто роскошь. Вы сейчас не у одной, скажем так, современной машины, ну, там, Rio, Solaris не будем брать, но вообще даже машины подороже, там, или внедорожнички такие, какие-нибудь там, УАЗы, я не знаю, никто этим вас никогда не побалует, V-образным мотором. На карбюраторе при этом он лишен водяного охлаждения, все на воздухе, с этим есть, скажем, свои определенные плюсы и минусы, но сегодня не об этом. Все достаточно просто, здесь переделана, соответственно, система зажигания. Тормозная система разделена на два корпуса. Кстати, про запчасти, как бы многие, наверное, считают, что сейчас там ничего не купить, на самом деле все купить, все тут взаимозаменяемое. Во-первых, есть много магазинчиков, которые торгуют, типа, новыми запчастями со склада, но я думаю, что это новые уже, как бы, самопальные запчасти в современности сделаны. Во-вторых, например, вот тормозные цилиндры подходят от Газели, то есть я их здесь менял. Вакуумные, главные, перебирался, все прокладки, все, как бы, ремкомплекты есть, все датчики есть, все, в принципе, есть. Обратите внимание на вот это вот устройство, это, как бы, печь, которая является отопителем салона. Она у меня не работает, я пытался ее победить, но у меня пока не получается это сделать. Печь работает на бензине, она как автономка, многие вообще используют эти печки в гаражах. Я не говорю про Москву, если там москвичи смотрят, они сейчас там, ну, как бы, не поймут меня. А вот люди в регионах вообще, да даже вот у нас здесь 50 километров от Москвы отъедет, в гаражах мужики используют печки, зимой, как бы, отапливаются. То есть она работает на бензине, она полностью автономная, она жрет бак с бензина и, скажем так, топит салон, при этом огнеопасно, то есть можно загореть, как бы, запросто. Вот. Какие еще, как бы, интересные штуки под капотом есть? Ну, здесь табличка, да, вот, 84-го года машина, вот красномер, он также здесь выбит, как и на ПТСе, и не соответствует тому, что указано у нас на кузове. По кузову вообще здесь, ну, как бы, интегрированная рама, скажем так. Здесь у нас, у этого автомобиля, каждое колесо имеет свой редуктор, причем за счет этого, этих редукторов, получилось сделать просто, как бы, небывалый клиренс. Это вообще для Советского Союза и в целом для современного автомобилестроения, для внедорожников здесь 28 сантиметров, если я не ошибаюсь, и 13-е колеса. Ни одной машины заводской такой не будет, с таким клиренсом, как бы, на 13-х колесах. Плюс, как бы, редуктора, еще в довесе, как бы, хорошей проходимости кардан, помещенный в трубу, то есть он, как бы, в корпусе находится. Полностью независимая подвеска и спереди, и сзади. Ребят, таких машин, ну, для тех времен, это просто best of the best. При дополнении к этому вы получаете с завода... Обойди, наверное, меня сзади, я сейчас ребятам покажу. С завода вы получаете четырехступенчатую коробку, причем эта коробка стоит и на запорожце. И, так как у запорожца двигатель стоит сзади, а здесь мотор стоит спереди, это, в принципе, 1.2 V4 40 лошадиных сил запорожца, коробка перевернута. То есть у нас первая передача внизу, вторая вверху, соответственно, третья внизу, как бы, и так далее. За воду у нас стоит возможность подключения заднего привода и возможность включения пониженной передачи. Здесь, как бы, все работает. Блокировка заднего дифференциала тоже стоит с завода. Что было наколхожено? После покупки автомобиля вообще было очень много всего сделано. То есть я скинул мотор и чисто случайно, опять же, отдельное спасибо бывшему владельцу этого автомобиля, по знакомству, по дешевочке, за 15 тысяч рублей, с горячего ключа, у Кулибина, у тоже любителей этих автомобилей, была приобретена коробка с передней блокировкой. То есть снял старую коробку, теперь у меня еще и блокировка на передний мост. Это завода не ставится, здесь такая, видите, как бы, прорезь. Вот. Это не штатная. За счет этого мы бы повысили, соответственно, проходимость этого автомобиля. Ну и, как бы, любителям немцев, любителей, как бы, хороших комплектаций, кожный салон завода, прекрасная кожа, панель в коже завода. У BMW это вообще редкость на X5, чтобы кожа-то была на панелечке, а у нас здесь завода. Лампочка, пожалуйста, все работает, включение света, бжик-бжик-бжик. Вода есть, щетки. Где у меня тут щетки включаются? Ну-ка, вот, щетки работают, можно бжик-бжик-бжик. Все отлично, короче, ребят. Сейчас мы их положение поставим исходное. Опа, ловить тоже надо. Подсосик на печку. Ну, печка не работает, слышите, только будит. Вот, машина, в принципе, год, да, то есть зимой я на ней практически не ездил, но я ее периодически зимой, там, раз в месяц заводил и вокруг, там, гаражей проезжал. Заводится без проблем в любой мороз, но стоит в гараже. Ну, вообще, как бы, да, в целом, парнадежно. Сейчас попробуем завести. И подводи меня. То есть, видите, как бы заводится нормально, работает. Пойдемте к мотору, послушаем, это чудо техник. Вот, собственно говоря, с моторами. Многие сразу меняют карбюратор. И вообще здесь есть огромное количество... Давайте лучше покушу. Меняют карбюраторы. Есть переходные сразу плиты под это все дело. Меняют моторы. Есть переходная плита в коробке. Моторы от классики, от девяток. Все, в принципе, очень ремонтопригодное. Ремонтировать легко и непринужденно. Вот, единственное, что надежности никакой. То есть, в плане надежности одно чинишь, другое ломается. Я за год поменял кардан, поменял, боролся с люфтом в рулении. Как не могу его победить? Поменял механизм, там, червячный. Поменял тягу. Все менял на новое. Все равно люфт есть. Перебирал колесные редуктора. Из коробки, из новой, которую с горячего ключа прислали, на ходу вываливался вал, который связан с включением заднего привода. Прямо на ходу, на дороге выскочил этот вал. В задней части, как бы, коробки, ну, открутилось, в общем, отверстие образовалось. Вал вылетел. То есть, менял этот вал. Перебирал. Менял все на новые тормозные цилиндры. Поменял, другой все равно потек. Поменял всю магистраль. Переложил полностью. И одну, и одного, и второго контура. Менял цилиндры. Ремонтировал вакуумник главный. Боролся с электроникой, электрикой. Сейчас у меня, кстати, светят фары. Периодически работают поворотники. Периодически они не работают. Но, в принципе, это вообще все не важно. Потому что машина используется для, ну, как бы, в сельхозусловиях. Машина для сельского хозяйства. Мне надо куда-то поехать на районе за грибами. Я туда могу подъехать, проехать. Туда мало кто может подъехать. Мне что-то куда-то надо перевезти. Там песка. Я туда загрузил. Перевез. Или мне просто хочется выехать, отдохнуть. У меня выходной куда-то на речку. Я сел. Опять же, на летний период я снимаю тент. И мы едем. Кайф, как бы, на кабриолете. На зимний период тент поставим. Я думаю, когда в ГАИ поедем ставить машину на учет, тент уже будет стоять. И сделаем видео с тентом. Может быть, печку все-таки получится победить. На каждый день использовать не получится эту машину. Не получится. Кто там вдохновился уже, ни хера не получится. Потому что надежности, повторюсь, нет. Все ломается. И ехать на этой машине, если по дороге, вы 5 километров проедете, очень устанете. Реально, устаешь, трындец. И ловить ее, и рули, то и все. И максимальная скорость 80-90 по спидометру едешь. Наверное, по факту, я думаю, 60-70. Как-то так. Неделю назад выезжали. Видите, как бы все в грязи. Причем не было там долго дождей. И, в принципе, сухо было. И то, там, где я езжу, грязь всегда находится. Вот. И покажем, как бы, возможности этого автомобиля. Это никакой там не вызов внедорожникам, и не показание возможности этого автомобиля. Возможности, может быть, как-нибудь потом покажу. Потому что реально возможности колоссальные. Но в плане того, что за 70 тысяч рублей вы можете получить полноценный внедорожник, аналогу которого, в принципе, с завода нету. Вот, как бы, что вы можете сделать. Сейчас покажу, как бы, немножко возможности этого автомобиля. с учетом переделки колеса у меня накачаны, колеса накачаны где-то в 2 атмосферы все если вы едете вниз дорожек поместить грязь или вам что-то надо там улучшить внедорожные качества, рекомендую на 0,7 сразу спустить, погрязи то есть не по снегу, погрязи и будет намного выше внедорожные качества, спускать не будем в принципе, наверное, сейчас не будет такой хотя дожди вот были там 2-3 дня ну я надеюсь и на таких колесах пропрем все будет хорошо вот она ласточка красоточка сейчас заведем и поедем ну вот в подтверждении моих слов насчет там дискомфорта и прочего вот сейчас будет лев, видите, она вся тревежит, трясется в передке идем, сейчас задок подключим задок без включенных амперов вот здесь, на этом участке дороги ездят рыбачки и на всяких там спортажах даже на Сузуки Гранд Витарах и здесь уже многие на этом участке после дождей садятся ну вот немного подразвезло дорогу здесь многие на рыбалку едут в принципе, это вообще как бы не проблема для луаза ну здесь, наверное, мало для кого это проблемой будет сейчас поедем в более интересное место посмотрим как там дорога вот комфорт вот он, комфорт стучит но но едет знаете, вот панели отрибежат а ну, отрибежит, да а ворот, кстати, можно вот так придерживать и нормально будет уже так стучать не будет уже комфорт да вообще, надо, кстати... тихо, тихо, тихо тент поставишь сверху все как бы стягивает нажимаешь и уже такого явного прям дискомфорта нет видите, вот ноги на портетниках объезжают справа на луазе я думаю, что там ладно, это шлифы на луазе на пролом на пролом сейчас сдадим назад сейчас проедем по одной дорожке вот, здесь мало кто ездит на Нивах тут особо никто не суется вот и колеса, повторю, спускать не будем покажу вам возможность вообще этого автомобиля подниматься и в 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 Мы не взрываем, не конец, не конец, не конец, не конец. Сейчас проверим глубину. Здесь у меня есть специальная палка. Я давненько здесь не ездил. Ну, местами фигня, в принципе. Впереди там поинтереснее. Болото, под палки, видимо, кто-то кого-то вытаскивал. Фигня. А вот здесь уже интереснее, зеленое болото. О! О! Прилично! Оборванный трос. Кто-то кого-то здесь тянул. Здесь уже прям глубоко и такая прям... Уябкая зябкая. Неприятная. Ну что, попробуем? Опрометчивый поступок ехать по таким мероприятиям в одиночку. О! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА